приветствую друзья вот тут мне написали в личку роза картамышева роза картамышева вопрос а почему так на меня быстро влияет ключевое дыхание почему так сразу снимается стресс почему я после этого стала больше петь и стихи сочинять ну конечно а как же потому что когда мы делаем одну минуту ключевого дыхания у нас происходит при этом когда мы делаем естественный вдох и выдох естественно и думаем в этот момент о чем нам думается и в ритме дыхания прислушиваемся теплее выдох или вдох когда через нос дышим но не буду повторяться у нас целебный ролик есть целебный ролик так и называется целебный ролик кто не видел посмотрите там ключевое дыхание и волна но почему быстро действует да потому что это лучшие мере сегодня способ чтобы быстро снять страх стресс лучше заснуть если нужно а если нужно чтобы после этого решилась какая-то проблема как роза картамышева написала ну например если она описала стихи или хотела писать стихи но может быть талант такой есть у человека может быть он был раскрыт а потом он был закрыт из-за стресса потом снова раскрылся еще лучше стало ну по разному бывает по разному это это естественно это естественно ну так ребята делайте следующее тут еще ребята мне написали дмитрий и антон ну как но не бывает при выдохе тепло или при вдохе не бывает и не надо потому что при ключевом дыхании важно не обязательно поймать это тепло и не обязательно но при вдохе у вас происходит или при выдохе а сам факт важен что вы ищете тепло вот что важно потому что поиск комфорта автоматически вызывает снижение напряжение ну потому что тепло связано у нас ассоциациях нейросетях мозга с теплом комфортом защищенностью свободы некоторые когда нет страха нет такого напряжения но все это связано с комфортностью поэтому когда вы ищете комфорт одну минуту в ритме собственного дыхания там законы биологической обратной связи босс так называемая но это у любого человека так получается при самом жутком стрессе может снизиться сразу лишнее напряжение но эту задачу которую он хотел бы решать который у него в голове как бы вертится она например у него есть желание заняться чем-то он не знает как ищет пути там подходы но после ключевого дыхания один раз в день и одну минуту делать начинается идеи появляться до естественно естественно слушайте друзья у меня к вам вопрос если у кого-то в детстве было я сейчас просто такое обследование исследование провожу себе себе лично как доктора я просто собираю статистику можете не писать свое имя пожалуйста не надо можете себе написать любые инициалы любые любые это не для того чтобы вас потом высвечивать нет это мне лично нужно как специалисту чтобы найти некоторые связи некоторые закономерности между тем что например вот мне нужно найти людей которые когда-то в детстве болели желтушкой вот это желтушка но ну по-разному она называется я вот в детстве болел желтушкой до школы до школы до первого класса лежал даже в больнице у нас махачкале очень много желтушкой болели потом у меня даже было написано там гепатита переболел я переболел это вот желтушка гепатит а вот ну кто-то может быть гепатитом а переболел как я в детстве может быть до школы может быть во время школы ну просто мне напишите пожалуйста в личку ватсап или в скайп напишите что я такой-то такой-то болел да я хочу там задать несколько вопросов потому что мне надо найти некоторые закономерности потом эти закономерности я вам расскажу все не называю имя ну давайте до встречи друзья